Он бывший военнослужащий. Она работала начальником цеха на заводе ЖБК. Вместе воспитали двоих детей, вырастили троих внуков, балуют внучку. Владимир Владимирович и Наталья Александровна понимают друг друга с полуслова и смотрят в одном направлении не случайно. В законном браке они полвека, а дружны и того больше. Двор у нас был очень дружный. Ребята были практически очень много одного возраста. Игра в волейбол. Общие интересы вообще просто. И вообще поэтому так сложилось. Я учился, наверное, в пятом классе. Мне понравилась мадам. Но, как потом выяснилось, она сначала брыкалась. Ни в какую. Оказалось, что я был маленький рост. Но в армии срочную, когда служил, я подрос, слишком много подрос. И потом сложилось у нас отношение. Я начинаю мыслить, она говорит. То, что уже как бы с полуслова. И уже за эти 50 лет, то, что мы как официально в браке находимся, как есть русская поговорка, любовь и труд все перетрут. Бывали невзгоды и все, но мы все это пережили. Муром в очередной раз стал сердцем красивого семейного праздника. Он посвящен любви, которая заставляет в унисон биться сердца. Верности, помогающей влюбленным пройти непростой жизненный путь. И семье, которая навсегда остается для всех нас крепостью. 19 почетных муромских семей были награждены высокой наградой. Медалью за любовь и верность. Любите свою родину, малую и большую. Воспитывайте свои семьи в духе патриотизма. Семья – это семьи. Семь человек минимум должно быть в хорошей семье, чтобы государство было сильным. Россия богатая, хорошая, крепкая семья. Амуром столица праздника. И об этом всегда говорит Светлана Владимировна Медведева. «Столицей и сердцем праздника всегда будет муром». Я хочу пожелать вам в этот праздник – берегите себя, берегите детей. И храните самое главное и ценное, что у нас с вами в жизни есть. Семья – это оплот, это опора, это наша надежда. И именно семья всегда помогает нам в любые моменты нашей жизни. Среди награжденных – 10 педагогических семей победителей традиционного конкурса «Живите в любви и гармонии». В номинации «Творческая семья» лучшими стали Ольга и Дмитрий Вагины. Оба преподают в восьмой школе. В этом году они отмечают десятилетний юбилей своей супружеской жизни. Сын Тимофей пойдет в первый класс. «Знаем друг друга мы уже больше 20 лет, из них 10 лет женаты. И считаем, что в каждом дне должно быть место творчества. Поэтому я в свободное время стараюсь вязать крючком. Вяжу мягкие игрушки – это мой способ расслабиться, порадовать и свою семью, и окружающих». Конкурса «Будущее России» воспитывается в семье. Среди его участников и победителей в различных номинациях много муромских семей. В рамках праздника на сцене Центра внешкольной работы они получили дипломы за подписью губернатора Александра Авдеева. Елена Петрова, Николай Малоденов. Наши новости.